ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Владимир Зеленский заявляет, что победа Украины в войне с Россией ближе, чем кажется. Государственная Дума России приняла закон, разрешающий подсудимым подписать контракт на службу в армии. Также сегодня. Мы 7 октября вступили в войну против террора, называем ее войной железных лечений. А вчера объявленная новая фаза получила название операции «Террина Севера». Но, опять же, это просто некая часть той войны, которую Израиль ведет уже около года. Израиль нанес массированные удары по позициям проиранской экстремистской группировки Хизбалла в Ливане. Владимир Зеленский продолжает свой визит в Соединенные Штаты, где он представляет свой план победы Украины в войне с Россией и старается добиться гарантий долговременного оказания помощи Украине со стороны стран Запада. Напомню, что 26 сентября состоится встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом, результаты которой могут серьезно сказаться на ходе войны в Украине. Все эти дипломатические усилия Зеленского не отменяют продолжение ожесточенных боевых действий в Донбассе, и российские войска медленно, но все-таки продолжают свое продвижение. В последние дни в зоне постоянных артиллерийских обстрелов оказались Краматорск и Константиновка, где остается еще много мирных жителей. Оттуда только что вернулся фронтовой корреспондент проекта «Радио Свобода Донбасс-Реалии» Сергей Горбатенко. Вот что он рассказывает. Управляемую или неуправляемую авиационную бомбу. Все очень просто, по-моему. Если говорить об ударах по Краматорску, то вот на протяжении этих двух дней, вчера и сегодня, нанесли два удара. Вчера неподалеку от меня приземлилась ракета и разбросала кассеты. Реактивная система залпового огня «Торнадо-С». Вчера, к сожалению, пятеро мирных жителей были ранены. Тяжело ранена была 16-летняя девушка, был пожар. Также российские войска обстреляли поселок Красноторка, который входит в состав Краматорского гурсовета. К сожалению, мирная жительница чуть более 40 лет погибла. Трое человек получили ранения. Один из них мужчина в тяжелом состоянии. Кассеты, в том числе, не разорвавшись, разбросаны на огородах среди арбузов, среди помидоров. Похоже, что прилетела кассета. Во дворе взорвалась, а он сидел курил. Свап, Валерий Иванович, в десяти метрах от этой оборонки, которая попала. Ну вот, а я не знаю, где была сваха, что ей только в ногу попала осколок. А с мужчиной еще осталось? У мужчины глаз красный, голова в крови. И стек кровь его наносил, как с повезли в травматологию. А как дальше? Ну, опять-таки, я повторюсь, прилетает то, что может долететь. Все, что угодно прилетает. Единственное, вот на моей памяти, я боюсь сглазить. Но, наверное, с прошлого или даже с позапрошлого года не было реактивной системы залпового огня «Ураган». Ну, естественно, российские войска пока еще не подошли на расстояние залпов из ствольной артиллерии и из минометов. Как, например, то, что мы сейчас видим в Константиновке, где, к сожалению, каждый день прилетают снаряды калибром 152 мм. Это, на самом деле, очень страшно, потому что это хаотичный огонь и непонятно, куда снаряд прилетит в следующий момент. Да, ситуация там стабильно критическая. И, по моим наблюдениям, чуть ли не каждый день туда прилетают снаряды калибра 152 мм и прилетают управляемые авиационные бомбы. Прилетел ночью пакет из реактивной системы залпового огня «Град». Выгорело около 10 домов, погиб гражданский житель, были раненые. На самом деле это страшно. То есть хаотичные обстрелы не оставляют людям ни одного безопасного места в этом городе. Когда мы дежурили с парамедиками, начался обстрел в центре города. Люди просто сидели на остановке общественного транспорта в ожидании автобуса. Одной женщине оторвало стопу. И вот когда мы приехали в больницу, чтобы узнать, в каком состоянии раненая, я прям слышал, как в воздухе такой характерный звук вращения. Как в воздухе пролетел снаряд, где-то разорвался. И потом пришло сообщение, что женщине оторвало кисть руки. Понятно, что люди передвигаются по улицам. К сожалению, есть места массовой торговли, где довольно-таки много скапливается людей, где много скапливается автотранспорта. Естественно, разведывательные беспилотные летательные аппараты российской армии, они все это видят прекрасно. И люди продолжают там собираться и в эти районы продолжают прилетать артиллерийские снаряды, и продолжают калечить людей. Но тем не менее, по моим наблюдениям, никого это особо не смущает. Возможно, кто-то прячется, кто-то уже к этому привык. Но что меня поразило, вот вчерашний обстрел города Краматорска, я видел, как люди выходили из подвалов домов. Краматорск реже пока что попадает под обстрелы российских войск, гражданский сектор. Но тем не менее, люди среагировали и попрятались в подвалы. Но вот в Константиновке, может быть, это чувство страха, я не знаю, люди привыкают. Но хочу отметить, что особенно во второй половине дня город практически пуст. То есть люди уже привыкли к определенным, я бы сказал, ритмам обстрела в российских войск. И если с утра, когда заканчивается комендантский час, выходят в магазины, за питьевой водой, передвигаются по городу, то чем ближе время к обеду, тем меньше людей на улице. Это был фронтовой корреспондент проекта «Радио Свобода» Донбасс Реалии Сергей Горбатенко. А Владимир Зеленский вчера выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В своей речи он отметил, что Украина и ее союзники продолжают действовать в соответствии с так называемой формулой мира, а до конца этого года должен состояться уже второй саммит мира. Вот фрагмент выступления Зеленского на Генассамблее. Путин украл уже очень многое, но он никогда не сможет украсть наше общее будущее. Я в этом уверен. Сейчас мы готовим второй саммит мира. Шаг за шагом, вместе с нашими партнерами, мы двигаемся вперед в соответствии с формулой мира. И мы работаем над тем, чтобы обеспечить военную безопасность, энергетическую безопасность и привлечь Россию к ответственности за ее террор. Далее мы займемся выполнением всех положений формулы мира, включая освобождение военно-пленных, восстановление территориальной ценностности и так далее. Мы готовим документ, который будет представлен на втором саммите мира. Это был Владимир Зеленский. Фрагмент его выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В интервью американскому телеканалу ABC News Зеленский отметил, что предлагаемый им план победы не связан напрямую с переговорами с Россией о прекращении огня. План победы — это укрепление Украины, поэтому мы просим наших союзников усилить нас. Это очень важно, подчеркнул Зеленский. По его словам, Украина, цитата, «ближе к миру, чем нам кажется». Но Владимира Путина можно заставить прекратить войну лишь с сильной позиции. По мнению Зеленского, Путин очень сильно боится операции вооруженных сил Украины в Курской области. Почему? Потому что его люди увидели, что он не может защитить всю свою территорию, сказал Владимир Зеленский. Вот как на это заявление отреагировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Ну, вы знаете, что любая война, она так или иначе завершается миром. Но для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей. Как только эти цели будут достигнуты тем или иным путем, то специальная военная операция будет завершена. Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Что все-таки стоит за словами Зеленского о том, что победа Украины в войне с Россией ближе, чем кажется? Глава Центра прикладных политических исследований ПЕНТА Владимир Фисенко полагает, что Зеленский имеет в виду необходимость принятия решений странами Запада, прежде всего Соединенными Штатами, о расширении военной экономической помощи Украине. И эти решения могут быть приняты уже в ближайшие дни, что существенно изменит нынешнее положение вещей. Это означает, что для окончания войны Запад и, в первую очередь, США должны оказать максимально эффективную поддержку Украины и максимально эффективное давление на Россию, чтобы принудить Россию к переговорам о завершении войны. Вот я думаю, это единственное, что может означать заявление Зеленского. Но думаю, что и сам президент Украины прекрасно понимает. Ничего в этой войне не гарантировано. Да, и, конечно же, окончание войны будет зависеть от позиции и от состояния России. Поэтому надо оказывать давление на Россию и в то же время усиливать Украину. Речь идет не о ситуации на фронте. Речь идет о решениях, которые нужно принять в США. Вот где решающие месяцы. Я напомню, до сих пор нет решений о продолжении военной и экономической поддержки Украины. В США до сих пор не принят бюджет на следующий год. Вот слухи ходят, что опять на три месяца продолжит действующий бюджет. А решений-то нет пока. А для нас это критически важно. Нет пока окончательного решения о пакете помощи Украины, который был согласован, пакет в 50 миллиардов долларов, странами Большой Семерки, он был согласован в время саммита НАТО. Но окончательного решения пока нет. Вот тоже решение, которое нужно принять в ближайшие месяцы. Надо принять в ближайшее время решение о снятии хотя бы части ограничения для использования западного дальнобойного оружия для ударов по целям на территории Российской Федерации. Вот я назвал лишь некоторые решения, которые необходимы для того, чтобы усилить позиции Украины. Но, естественно, Зеленский очень надеется, что США окажут поддержку и в проведении второго саммита мира. Он хочет, чтобы этот саммит прошел до конца года. Сделать это будет крайне сложно, времени осталось очень мало. И, конечно же, давление на Россию. Оказание давления на Россию, чтобы принудить Россию к началу переговоров. Пока мы видим, ну, скажем так, Россия, если и хочет переговоров, то на своих условиях, что Украину, конечно, не устраивает. Вот о чем идет речь. Речь не идет о каких-то сверхъестественных действиях или событиях на фронте. На фронте ситуацию за несколько дней изменить невозможно. Если вы, наши союзники, хотите, чтобы война закончилась быстрее, и чтобы это не было проигрышем Украины и Запада, надо помочь эффективнее, сильнее и быстрее, чем сейчас. Вот что, собственно, имел в виду Зеленский, скорее всего. Поэтому это не мотивирование, это скорее подталкивание. Это скорее напоминание о том, что мы нуждаемся не просто в поддержке, а в поддержке более эффективной для того, чтобы война закончилась быстрее. На самом деле ведь план-то не сводится к какому-то одному пункту. И с высокой вероятностью, учитывая то, что было за два с половиной года этой войны, можно ожидать, что часть предложений Украины будет принята. И, возможно, уже в ближайшие месяцы часть предложений, изложенных в этом плане, будут в работе. И будет, возможно, даже какой-то конкретный результат, особенно по некоторым видам оружия. Часть предложений будут рассматриваться. По некоторым решениям надо будет дождаться решения Конгресса США. И тут вопрос. Либо успеет нынешний состав Конгресса, либо уже надо будет ждать окончания выборов, и когда соберется новый состав Конгресса США, и тогда будут приняты решения. Ну а некоторые решения, возможно, будет принимать уже новый президент США. Поэтому, я думаю, что ожидать можно выполнения и то, поэтапно, может быть, и в ближайшие месяцы, в том числе, части предложений, которые будут сформулированы в этом плане. Это было мнение украинского политолога, главы Центра прикладных политических исследований ПЕНТА, Владимира Фисенко. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». В ходе своих выступлений в США Владимир Зеленский не раз отмечал, что вооруженные силы Украины могут атаковать важные военные объекты на российской территории и собственным оружием. Доказательством тому являются взрывы в последние дни сразу на нескольких крупных складах боеприпасов в России, прежде всего в Тверской области. Такие заявления Зеленского со стороны кажутся несколько нелогичными, учитывая, что одна из главных, если не главная цель его нынешней поездки в Америку, добиться снятия запрета на применение по России переданных ВСУ ракет среднего и дальнего радиуса действия. Как полагает израильский военный эксперт Давид Шарп, Зеленский стремится показать, что даже чувствительные для России атаки не заставляют Кремль идти на эскалацию, которой опасаются на Западе. Ну а с применением западного оружия эти удары просто станут более эффективными и заставят Россию в конце концов изменить свою позицию. Вот какие аргументы Давид Шарп приводит. Безусловно, нанесение ударов по важнейшим объектам Российской Федерации, военным объектам Российской Федерации, в системном порядке, дает возможность в самом деле повлиять хоть как-то на происходящее на поле боя. Если поразить энное количество арсеналов, и допустим, хотя бы на 20% в течение нескольких месяцев, уменьшится число выпускаемых по России по украинцам снарядов или, скажем, ракет для градов, это очень существенный результат. То есть с точки зрения военной, подобного рода удары это суперприоритет. Зеленский подчеркивает, тут мне сложно интерпретировать, естественно, другого человека, но, естественно, Зеленский подчеркивает, что это было украинским оружием, и, насколько я понимаю, он этим желает показать, что если американцы и англичане дадут соответствующее разрешение, то удары такого рода будут только эффективнее, а раз будут эффективнее, то будет более существенное влияние на поле боя. И да, возможно, он показывает и то, что, мол, посмотрите, вот мы ударили и без вашей помощи колоссальный фейерверк, чуть ли не почти в Подмосковье, да, если мы говорим о Тверской области, и ничего не случилось, не произошло никакой эскалации. Но подобного рода заявления не очень влияют на администрацию Байдена. На администрацию Байдена может повлиять целый комплекс факторов, в том числе лоббирование, давление изнутри, грамотная работа с политиками, журналистами. И я не подразумеваю коррупционную составляющую. И вроде бы потихоньку это дает эффект. Два с чем-то года Байден сопротивляется. Ну, впрочем, если мы говорим о ракетах, атаках из Storm Shadow, они не так давно у украинцев. Но вроде бы что-то близится. Хотя, конечно, эта сага вызывает у меня уже не то что удивление, а вызывает мощнейшее недоумение. Особенно эти сообщения на источнике, когда уже вроде дано разрешение. Нет, не дано, но на английский. А английские на переговорах сейчас обсуждаются между британцами и американцами. Украинцы, что я могу сказать? Возможность нанесения ударов западным оружием по российской территории, хотя бы по ряду военных объектов. Это важная возможность. Не стоит предполагать, что это приведет к краху российской военной машины или к коренным изменениям в фронте. Но это важная возможность. И она важная даже с точки зрения сдерживания. Когда россияне поймут, что в любую секунду к ним может реально на 100% прилететь Атаканс или Стормшеду в некие места в 250 километрах от границы, они, возможно, не уверят, но, возможно, будут думать дважды, стоит ли нам бить по некоторым украинским объектам в глубине Украины. Что вам сказать? Есть мнение, что до выборов кардинальные решения администрации не может пойти. То, чего она опасалась сделать два года. Сегодня боятся делать из-за опасения навредить на выборах. Но зато, если произойдет нечто иное, то есть они решатся, это будет приятный сюрприз. Но, правда, после выборов, кто бы не победил, у Байдена, что называется, руки развязаны. И он может, он и его окружение могут делать то, что считают уже нужным и полезным для дела. Так что решения какие-то в этом плане будут. Может быть, очень скоро. Может быть, после выборов. Вероятно, они, кстати, будут негласные. Никто об этом не объявит. Но если они будут, мы увидим результаты этих решений. Это было мнение израильского военного эксперта Давида Шарпа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 24 сентября. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Между тем, Государственная Дума России вновь развила свою законодательную активность. Спикер Думы Вячеслав Володин сегодня подтвердил, что в скором времени в России будут штрафовать за так называемую пропаганду идеологии «Чайлдфри». Причем пункт о пропаганде осознанного отказа от деторождения, это официальное определение «Чайлдфри», будет добавлен в статью о так называемой пропаганде ЛГБТ. Штрафы за нарушения составят до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юридических лиц. По аналогии с теми, что были приняты при вашей поддержке ранее за пропаганду ЛГБТ и смены пола, написал Володин в социальных сетях, добавив, что, цитата, «дружная и большая семья» это основа сильного государства. Другой закон Думы уже принят, это закон, который разрешает не только заключенным колоний, подследственным, но уже и подсудимым, не дожидаясь вынесения приговора, подписывать контракт на службу в российской армии. Глава правозащитного фонда «Русь сидящая» Ольга Романова еще в августе подчеркивала, что российские власти изо всех сил стараются расширить базу для набора на военную службу. Летом прошлого года Госдума в большой спешке приняла документ, который стал законом, о том, что можно брать и призывать, контрактовать на войну не только осужденных, но и подозреваемых, и обвиняемых. И этот закон с марта уже 24-го года Путин внес как поправки в уголовный кодекс и уголовно-процессуальный кодекс. То есть список расширяется людей, которых можно брать на так называемую специальную военную операцию, на войну. И в принципе по этим законам человек, который снят еще с теплого трупа, на него надевают наручники, в этот момент он может заявить «я хочу на специальную военную операцию», и в этот момент он становится, в общем, свободен. Он считается условно освобожденным, открывается уголовное дело, туда кладется его заявление о том, что он хочет на специальную военную операцию, туда кладется явка с повинной, и дело закрывается. Участники судебных заседаний, обвиняемые уже в суде, могут в любую секунду подписать контракт и уйти на СВО, и им не будет вынесен приговор. Это на самом деле очень удобно для, например, коррупционеров. И вообще для людей, у которых есть очень большие сроки. Они доходят до конца, почти до конца, до последнего слова могут дойти и понимать, какая позиция может быть у прокурора, например. Прокурор говорит в последнем слове, я запрашиваю, там, 15 лет лишения свободы. Человек говорит, а не-не-не-не, до 10 я бы, пожалуй, посидел, 15 лет не-не-не. И он может заявить в тот же момент, что я хочу уйти на специальную военную операцию. Все, расходимся. Человек остается без приговора, условно освобожденным, уходит на войну. Единственное отличие от всех прошлых лет уже, к сожалению, войны. Никакого помилования больше не предполагается. Он там до конца. Это была глава правозащитного фонда «Русь сидящая» Ольга Романова. Ну и в заключении еще об одной большой войне. За последние два дня израильская армия нанесла десятки ударов по югу Ливана, а также по северным районам этой страны и по Бейруту. Израильское командование утверждает, что атакованы были объекты радикальной группировки Хезбалла, признанной террористической организацией в Израиле и в США. По данным ливанских властей, которые приводит агентство Associated Press, вчера в Ливане погибли не менее 492 человек, в том числе 88 женщин и детей. Атака стала самой смертоносной со времен войны между Израилем и Хезбаллой в 2006 году. Перед ударами Израиль впервые призвал ливанцев эвакуироваться из домов и других зданий, где, по израильским сведениям, хранится оружие. В результате тысячи людей покинули свои дома. На дорогах в Ливане в северном направлении образовались огромные пробки. Хезбалла постоянно подвергает ракетным обстрелам северные районы Израиля. Оттуда эвакуированы десятки тысяч людей. Возможные последствия удара армии Израиля по позициям Хезбаллы я обсуждаю с главным редактором израильского русскоязычного издания Ньюсруком Евгением Финкелем. Этот мощнейший удар по Хезбалле, что это такое? Это начало Третьей Ливанской войны или попытка нанести такой удар, чтобы предотвратить эту войну? Можно ли вот сейчас об этом говорить вот в таких терминах? По моему мнению, которое очень многие не разделяют, Третья Ливанская война началась 8 октября 2023 года, в тот день, когда Хасан Насрал принял решение поддержать террористов Хамаса в Газе и начать обстреливать территорию Израиля. То есть, эта война идет практически год, почти год уже. Сейчас, на мой взгляд, мы наблюдаем просто новую фазу принципиально и нового свойства этой войны. В Израиле не было принято называть войну Третьей Ливанской, да, потому что мы говорили о том, что мы 7 октября вступили в войну против террора и называем ее войной железных мечей. А вчера объявленная новая фаза получила название операции Третьего Севера. Но, опять же, это просто некая часть той войны, которую Израиль ведет уже около года. Все-таки это какой-то кардинально новый этап, ведь удары таких масштабов не наносились, насколько я помню. Ну, скажем так, полагаясь на публикации в зарубежных СМИ, поскольку Израиль не брал на себя ответственность за подрывы пейджеров и рации из Балы в Ливане и Сирии, мы можем, видимо, говорить о том, что эта новая фаза началась немного ранее. Некто лишил Хизбалу связи. Тогда, собственно, эта фаза и началась. Потом, я так понимаю, что наши радиослушатели помнят, что после подрывов пейджеров и раций, когда были убиты десятки и ранены тысячи активистов Хизбалу, был нанесен удар, за который Израиль взял на себя ответственность, когда в Беруте был атакован штаб, в котором происходило совещание командиров Радуана спецподразделений Хизбалу. И уже через день начались массированные удары, за которые, безусловно, Израиль берет на себя ответственность, ну, попросту не скрыть, что наша авиация атакует тысячи объектов на территории Ливана. Как вы полагаете, если, разумеется, вы можете судить, вот эти удары, они как-то приблизили возвращение жителей северных районов в свои дома, которые они покинули около года назад? Это очень сложный вопрос. Некоторые комментаторы сейчас, скажем так, высокопоставленные, но анонимные. Говорят о том, что Хизбалу нанесен настолько болезненный удар, что, возможно, мы скоро перейдем к некому дипломатическому регулированию. Я бы не был столь оптимистичен, мне кажется, что, если для того, чтобы подавить ракетные силы Хамаса, нам потребовалось примерно около полугода, и то время от времени еще обстрелы из газа после этого были, то и в случае Хизбаллы, ну, по меньшей мере, столько же времени потребуется для того, чтобы ее остановить. Поскольку дипломатического воздействия на людей типа Хасана Насрава, я себе представить не могу. Не знаю, сколько он еще проживет, правда, поскольку в их генералитете значительные потери, и эти потери будут расти по всей видимости в ближайшие дни. А общественной поддержкой в обществе, в израильском пользуется этот удар? Ведь все-таки речь идет о некой эскалации в любом случае, а все время идут разговоры о том, что Израиль может оказаться в эпицентре очень большой войны. Израиль находится в эпицентре войны. Она, конечно, может разрастаться, может усиливаться, но да, удары по Хизбале пользуются однозначно поддержкой в обществе. По крайней мере, складывается такое впечатление и по заявлениям, в том числе политиков, которые находятся в оппозиции, которые все, и Иерлопит, и Эвиктор Либерман, и Гедуан Цар и так далее, еще многие выступили с однозначной поддержкой того, что делает Цар в Ливане сейчас. Другой вопрос, насколько это приближает нас к победе и к решению задач войны, которые были поставлены правительством, на этот вопрос очевидно нет сейчас ответа. Блишком рано еще на тему на мой взгляд рассуждать, потому что мы пока не видим, насколько Хизбалла действительно ослабла в результате этих первых волн авиаударов по целям. Я должен напомнить, что в 2006 году, когда шла вторая Ливанская война, Израиль пытался решить все проблемы путем авиаударов, когда начальником генштаба был Дан Харуц, который, собственно, был человеком из авиации, то в конце концов пришли к тому, что этого недостаточно, и пришлось вводить войска, пришлось проводить наземную операцию, которая, естественно, привела к большим потерям. Боюсь, что и на этот раз нам не обойтись без наземной операции на территории Ливана. Впрочем, я военным специалистом не являюсь. Моим собеседником был главный редактор израильского русскоязычного издания News.ru.com Евгений Финкель. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы», ну и на других популярных платформах подкастов. А у меня на сегодня все. До свидания. Студия подкастов «Радио Свобода». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова